Суббота, 6 января. В материалах корреспондентов подробностей. Я Александр Просяник. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Убийца сестры Ирины Ноздровской может выйти по амнистии. Об этом в своем блоге написал нардеп Мустафан Аем. По его данным, обвинительный акт прокуроры выписали так, что он позволяет адвокатам Рассашанского трактовать закон в свою пользу. Напомню, два года назад племянник экс-главы Выжгородского райсуда Дмитрий Рассашанский, находясь под действием наркотиков, сбил насмерть 26-летнюю сестру погибшей правозащитницы. Делом занималась сама Ноздровская. После двух лет разбирательств суд приговорил Рассашанского к 7 годам тюрьмы. Однако защита подала апелляцию. В итоге суд продлил меру пресечения еще на два месяца. После чего тело Ирины Ноздровской нашли в одной из рек в Киевской области. В Одесской области неизвестные взломали сайт Главного территориального управления юстиции. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал один из активистов Украинского киберальянса. В результате атаки сотни гигабайтов документов министерства оказались в открытом доступе. Диски стали доступны для чтения и записи, написал активист. В самом управлении юстиции сообщили, что сайт временно отключен. Сотрудники СБУ и киберполиции выясняют причину инцидента. В Украине нет эпидемии гепатита А. Такая информация появилась на сайте Минздрава в Фейсбуке. Ведомстве признали, что зафиксированы отдельные случаи. Уверяют показатели заболевания не выше, чем в прошлые годы. Напомню, несколько дней назад в Николаеве была зарегистрирована вспышка гепатита А. По последним данным, вирус подхватили 47 человек. Шестеро из них дети. 35 пациентов остаются в стационаре. Источник заражения, скорее всего, питьевая вода, которую люди покупали в уличных пунктах разлива. Пробы отправили на исследование. Результаты должны быть через несколько дней. Украинские военные передали останки тел погибших боевиков их семьям. Останки нашли в сентябре прошлого года, а после ДНК-экспертизы разыскали и родных. Тела им передали на пропускном пункте станицы Луганская. Тем временем, перемирие на передовой по-прежнему не соблюдается. За минувшие сутки был ранен один украинский боец. Боевики обстреливали наши позиции в районе Светлодарской дуги и шахты Бутовка. И уже сегодня один раз открывали огонь возле Новолуганского. Но даже в боевых условиях украинские армейцы не забывают о сочельнике. Как будут встречать Рождество, расскажет Геннадий Вивденко. Церковь в поселке Крымская не работала более трех лет. А теперь здесь правит службу военный капеллан бригады. Поэтому рождественские праздники здесь пройдут как следует. Священник-отец Александр из Чернигово в прошлом подполковник армии. Принял санк, чтобы отправиться на передовую. Проводит рождественскую службу и обряд миропомазания военных. Потом будет время и для мирных жителей поселка Крымская. Мы хотим восстановить и традиции, чтобы люди приходили и в храм, как до себя, додому. Чтобы они приходили и видели, что Господь их не забывает. С началом войны местный батюшка сбежал отсюда. Отец Александр возобновил работу церкви два месяца назад. Как военный капеллан часто бывает на передовой. В церкви праздничный вертеп. Фигуры овец подарил местный предприниматель-художник. Тут в Крымском зачастую под огнем работает творческая мастерская скульпторов. Из Тернополя волонтеры передали военным 10 килограмм кути вместе с письмом благодарности. Это оно в вакууме, оно заморожено, оно уже готово. Ей просто, как бы, смешать все ингредиенты. И оно будет готово до вживания. Мы щиро дякуем вам за то, что не доступно бережете нас, свои семьи и Украину от врага. Бажаем вам, чтобы святая Резь Двохристовая принесла радость, счастье и такой долгоочекованный мир. На позиции приготовили 12 обязательных блюд. Но среди них и мясные. Солдату на передовой это позволяет. Військовослужбовщим, так же, как и подорожающим подорожням, что позволяет не дотримоваться суворого косту. Но хлопцы дотримуются, власне, тих релігийных свят и традиций народных, которые склалися. То есть, практически все в своих подразделях. В подарках волонтеров изюм, мак, орехи, мед. Все составляющие рождественского ужина. В районе Бахмутской трассы с начала Нового года соблюдается тишина. Так есть возможность встретить сочельник. Геннадий Вивденко, Данил Косаковский, Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер из Луганской области. В Рамны Сумской области вернулся один из освобожденных украинских военных. 28-летний Александр Морозов, который защищал Донецкий аэропорт, долгое время считался пропавшим без вести. Потом его фамилия появилась в списках заложников. После трех лет плена Александра вместе с еще 74-мя украинцами освободили перед Новым годом. Больше недели он проходил обследование в госпитале, но на Рождество отпросился домой. На центральной площади города Александра встречались свыше тысячи человек. Психологически это было очень-очень тяжело. Я же говорю, это... Да и передавать как-то, вы знаете, рассказывать, это знают только мои родные. Насчет тех ребят, которые остались там, там реально остались одни из лучших. Вы даже не представляете, как было тяжело, что нас забирают, а не остаются. Для матери, ну, как вам сказать, какие это эмоции? Это сердце, сердце стало на место, но оно еще совсем не успокоилось, пока дитина еще на реабилітации, что с здоровьем, что будет дальше. Зазумите, три года, это очень долго, в их стенах будут их муки. Отношения США и России напрямую зависят от ситуации в Украине. Об этом Рекс Тилерсон заявил в интервью CNN. Госсекретарь США также отметил, что двусторонние отношения между странами за последний год были очень напряженными из-за конфликта на востоке Украины и кризиса в Сирии. И сейчас Москва и Вашингтон пытаются изменить ситуацию, но краеугольним камнем является Украина, подчеркнул Тилерсон. У нас был трудный год с Россией. Я и президент США ясно заявили, что наши две страны должны иметь более продуктивные отношения, что мы должны быть открытыми, прямыми и откровенными друг с другом. И я думаю, министр иностранных дел России Лавров, так же, как и я, настроен на то, чтобы улучшить отношения. Да, есть много сложных моментов, но мы четко дали понять, что краеугольным камнем на самом деле является Украина. Давление на антикоррупционные органы создает серьезные риски для Украины. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гофф в интервью изданию «Новое время». Без эффективной борьбы с коррупцией новые инвестиции в страну не придут, подчеркнула Гофф. И добавила, что Киев может вообще остаться без международной поддержки, если и дальше будет давить на антикоррупционные органы. Кроме того, дипломат отметила, что британские инвесторы неоднократно жаловались ей, что развитие бизнеса в Украине тормозит коррупцией и высокие налоговые ставки. Созвали всех и выслушали критику. США инициировали заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить протесты в Иране, но разговор получился о самих штатах. Ряд государств заявили, что иранский конфликт – дело внутреннее. В адрес Вашингтона прозвучали даже обвинения во вмешательстве. Елена Абрамович продолжит. Протесты в 80 населенных пунктах, беспорядки, аресты тысячи демонстрантов и гибель двух десятков человек. О том, что происходит в Иране, западные СМИ пишут вот уже неделю. США решили, вопрос стоит обсудить и на заседании Совбеза ООН. То, что происходит в Иране, последнюю неделю заслуживает внимания мирового сообщества. Это спонтанное выражение основных прав человека. Это мощная демонстрация храбрых людей, которые так устали от своего репрессивного правительства, что готовы рисковать жизнью в знак протеста. Мир должен аплодировать их мужеству. Голоса иранского народа должны быть услышаны. Основной причиной протестов изначально была экономическая. Правительство в два раза повысило цены на хлеб. Но вскоре требования стали политическими – поменять власть. Америка и Израиль открыто поддержали демонстрантов, что вызвало дискуссии об их влиянии. На заседании Совбеза ООН несколько стран предупредили – комментариями злоупотреблять не стоит. Какими бы волнующим не было последнее событие в Иране, они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Мы должны быть осторожны в отношениях любых попыток использовать этот кризис для достижения личных целей. Иначе будет результат диаметрально противоположный желаемому. Более жесткими в высказываниях были постпреды Ирана и России. Они настаивали – США не просто вмешиваются в дела страны сейчас. Они делали это в течение десятков лет. Мы располагаем убедительными доказательствами фактов насилия в Иране со стороны протестующих, в некоторых случаях приводящих к гибели полицейских и сотрудников службы безопасности, которые очень четко направлены из-за границы. Истинная подоплека причин созова сегодняшнего заседания кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в зауалированной попытке использовать текущий момент до продолжения линии на подрыв совместного всеобъемлющего плана действия по регулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Тем временем протесты в стране после вспышек насилия несколько утихли. Власти страны ищут другой способ уменьшить бремя на бюджет, не повышая цены на хлеб. Елена Абрамович, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Дональд Трамп считает себя гением. Президент США написал об этом в Твиттере после критики в свой адрес в книге Майкла Вольфа, которая наделала немало шума за последние несколько дней. В ней автор написал об интригах в Белом доме и даже привел слова медиамагната Руперта Мердека, который назвал Трампа идиотом. Американский президент не удержался и написал, что Вольф сам неудачник, дескать, издал скучную, да еще и лживую книгу. О себе же Трамп говорит, прошел сложный путь от бизнесмена до политика и стал президентом с первой попытки. И именно поэтому не стесняется называть себя гением. 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, попросил Дональд Трамп у Конгресса. Деньги должны выделить на протяжении 10 лет, но это далеко не все расходы. Планируется также, что на дополнительной дороге пограничные технологии, а также обучение персонала уйдет еще как минимум 15 миллиардов. Строительные работы планируют завершить до 2027 года. Напомню, еще во время предвыборной кампании Трамп грозился отгородиться от Мексики стеной, дабы уменьшить поток мигрантов. Уже после победы на выборах он заявил, что стену возведут за деньги налогоплательщиков США, а потом якобы Мексика все возместит. Импорт антисемитизма в Германии обеспокоены случаями враждебного отношения к евреям со стороны мигрантов. Власти страны говорят, мириться с этим не намерены и уже подготовили поправки к законам. Как наказывать собираются? Все подробности у Татьяны Лугуновой. Антисемитизм как повод для депортации. Немецкие политики разработали поправки к закону, которые регулируют пребывание иностранцев в Германии. Они предлагают высылать из страны мигрантов, разжигающих ненависть, на национальной почве. Поправки подготовили партии, входящие в правящий блок христианско-демократический и христианско-социальный союз. В Бундестаг документы они планируют направить на следующей неделе, но основные выдержки уже попали в СМИ. Политики предлагают усилить борьбу с антисемитизмом в Германии и поднять вопрос о высылке мигрантов, которые ставят под вопрос право государства Израиля на существование, а также разжигают ненависть к евреям в обществе. Предлагается лишать антисемитов вида нажительства, что автоматически может привести к депортации из страны. Необходимость этих поправок политики тоже объясняют. Дескать, в последнее время участились случаи разжигания ненависти со стороны мигрантов арабского происхождения. Поправки к закону ХДС и ХСС планируют вынести на рассмотрение Бундестага уже в этом месяце, чтобы успеть утвердить их до 27 января. Дата выбрана не случайно, это международный день памяти жертв Холокоста. Татьяна Луганович, Слав Фролов, подробности немецкое, бюро телеканала Интер. Израиль приходит в себя после сильной бури. Наводнения, снегопады и поваленные деревья – все это непривычно для жителей страны, где дожди идут нечасто. Впрочем, стихия имела не только плохие последствия. Больше расскажет Сергей Ауслендер. Буря бушевала над Израилем около суток. Синоптики, надо отдать им должное, предупредили о ее подходе заранее. Видимо, поэтому удалось избежать серьезных разрушений, но все же без последствий не обошлось. Дорога номер 90, которая ведет к курортам Мертвого моря, затоплена. Все подходы к ней перекрыты разлившимися горными ручьями. В Тель-Авиве и его окрестностях затоплены низины и часть транспортных развязок. Река, которая протекает в центре города, грозит выйти из берегов, поэтому там на всякий случай прекращено движение поездов. Ливневая канализация в городах не справилась с потоками воды. Рухнувшие деревья повредили десятки автомобилей. Среди людей, пострадавших немного, граждане в большинстве своем вняли предупреждением властей не выезжать на дороги и вообще без излишней необходимости не выходить из дома. Гораздо хуже обстоят дела в палестинской автономии, особенно в секторе газа. Там практически отсутствуют спасательные службы, а много людей живут в ветких строениях, в лагерях беженцев. Все мое имущество уничтожено. Вода полностью затопила наше жилище. Сейчас там находиться невозможно. Пытаемся спасти хоть что-нибудь, но уцелело немного. Как мы теперь будем жить этой зимой, я не знаю. А зима, по сути, только начинается. И подобные бури, согласно прогнозам всех тех же синоптиков, еще будут происходить. Но оптимисты все же находят и поводы для радости. Вот так, например, на севере страны выпал снег. И единственный горнолыжный курорт в Израиле, на горе Хермон, вот-вот начнет свою работу сразу после того, как стабилизируется погода. Кроме того, существенно повысился за последние несколько дней уровень озера Кенерет. Это главный источник питьевой воды в государстве, который сильно обмелел за годы засухи. Но самое любопытное последствие, пожалуй, это то, что полностью прекратились беспорядки на палестинских территориях, которые продолжались практически весь последний месяц. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Тысячи туристов застряли на горнолыжных курортах в Альпах. Швейцарский Адельбоден и итальянскую Червинию засыпало снегом. Опасность схождения лавин оценивают в 4 из 5 баллов. Червиния оказалась под двухметровым снежным покровом. Из ловушки выбраться не могут 10 тысяч человек. В Адельбодене к расчистке сугробов привлекли военных. На выходных там должен состояться чемпионат мира по лыжным гонкам. И пока его не отменили. В экстренном порядке ремонтируют дорогу до ближайшего населенного пункта, которую засыпала лавина. В Австралии другая беда. Страна изнемогает от 40-градусной жары. Больше всего штаты Виктория, Южная Австралия и Новый Южный Уэльс. Там начали гореть кустарники. Огонь подобрался к Мельбурну. Из-за пожаров 400 домов остались без электроэнергии. Впрочем, эвакуировать жителей не стали. Спасатели заявили, что это небезопасно. Поэтому людям лишь порекомендовали переместиться в здание, отдаленное от очагов возгорания. Из-за высоких температур медики советуют воздержаться от походов на пляжи. Жара в стране продержится до начала следующей недели. Мы публикуем предупреждение об эвакуации. И важно, чтобы люди имели к ним доступ. Поскольку ситуация быстро меняется. Мы предоставляем местным жителям своевременную необходимую информацию, чтобы гарантировать их безопасность. И еще о зимних странностях. НАСА опубликовала карту температурных аномалий на планете. Для большинства стран мира декабрь и январь стали ненормально жаркими. Не является исключением и Украина. Она попала в зону теплой погоды, которая установилась в Европе. Из-за оттепели в Ивано-Франковской области возможен сход снежных лавин. Об этом сообщают в обл. управлении по чрезвычайным ситуациям. А в бассейне реки Прут ожидается подъем уровня воды более чем на полметра. Скандальный ремонт в Ивано-Франковске. Горожан возмутило качество плитки возле городского озера. Недавно уложенная брусчатка почти за 17 миллионов гривен уже начала рассыпаться. Кто халтурит, выясняли наши корреспонденты. Городское озеро Ивано-Франковска. В мае здесь начали капитальный ремонт пешеходной зоны. Общественники решили проверить качество работы и ужаснулись. Говорят, мало того, что брусчатка уложена неровно, так она еще и рассыпается прямо на глазах. Когда кто-то будет инспектировать, он почувствует, что слева направо есть хвиля. А брусчатка была установлена довольно недавно. Пожалуйста, мы идем дальше. Еще новая. Вот тут также тряснуто. Далее я просто буду телефоном. И далее видно на счетности. Вона тряскается от воды, возможно. Я не знаю, от чего, но полость тряскается и плитка снищается. Это видео местный активист Назарий Чалой выложил в соцсети в июне. Тогда городской голова Руслан Марцингив пообещал, что заставит фирму-подрядчика исправить все недостатки. Но переделывать никто ничего не стал. Мало того, там, где кладут плитку сейчас, качество работы снова оставляет желать лучшего. Там у некоторых уже такие зазоры там между ними. Починается зима, вода затякает у щелины, замерзает и начинает распинать. Это маленькая тряска была, а то больше и больше стоят. Гроши увалили так. Капитальным ремонтом пешеходной зоны занимается Ивано-Франковск-Автодор. Большинство тендеров, которые проводил горсовет, выиграла именно эта компания. Только за прошлый год их больше полусотни. Общая сумма внушительная. Почти 114 миллионов гривен. Самым дорогим проектом оказалась реконструкция вокруг озера. Около 17 миллионов гривен. То, что работы проведены некачественно, в компании не отрицают. Но уверяют, виновны не они. В департаменте коммунальной политики, который и заказывал работы, говорят, заставят фирму все исправить. Иначе не примут объект. Объект не завершен на сегодняшний день. То есть там даже 50% объекта не сделано. Когда объект будет приниматься в эксплуатацию, никакого дефекта там не будет. Мы в первую очередь зацикавлены, чтобы все было качественно. И подрядник за свои деньги все будет переработать там, где есть какие-то меньше недолики. Кстати, косо, криво плитка уложена едва ли не по всему городу. В парке, например, ремонт делали два года назад. А сейчас во многих местах она выпадает и ходит ходуном. Почему так установлено? Потому что не качественные подрядчики. Плитка самая качественная, но установлено не качественное. Криво, видите, основа погана. Подобных примеров мы нашли по городу не менее десятка. Выходит, теперь опять нужно делать ремонт и снова закапывать в землю миллионы гривен. Богдан Вербицкий, Жанна Дудчак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивана Франковск. И снова Рождество у христиан восточного обряда Сочельник. Сегодня последний день рождественского поста, поэтому все блюда должны быть постными. Празднества начинаются с появлением на небе первой звезды. Подробнее о традициях этого вечера в следующем материале. Накануне Рождества Татьяна Зверуха с самого утра на кухне. Она не стремится приготовить именно 12 традиционных блюд. Говорит, главное, все должно быть вкусно. Одно из блюд, которое Татьяна решила подать на праздничный стол, картопляники с грибами. Картошка рассказывает, в этом году уродила хорошее, да и грибов насобирали прилично. Пока хозяйка готовит ингредиенты, ее муж подбрасывает дрова в печь, чтобы хорошенько прогрелась. Помочь Татьяне приходят родные. Галина родом из Смоленской области. Рассказывает, рождественские традиции больше соблюдают люди старшего поколения. Святый вечер перед Рождеством. Оригинальное постное блюдо на столе. Тыквенное фри. Но главное, конечно же, кутья. Стол застилают сеном, сверху покрывают скатертью. В центре кутья. Здесь же запеченная рыба, селедка, вареники с разной начинкой. Спиртного в этот день нет. Хозяйка благословляет стол, хозяин поет калятку. Городи стала, яка не гибала, над вертепом звезда ясна, ясно го засияла. И не оплатився. Свои традиции в семье Валентины Базилюк из села Алишин Хмельницкой области. Вот этот глиняный горшок достают раз в год. Только в нем хозяйка растирает мак для кути. Женщина уверена, накормить гостей сытно и вкусно можно и без мяса. Голубчики с кислой капусты, с пыльюсточков. И начинка должна быть с гречкой, приправа с морковкой, с цебулькой. И обовязково писненькой, оленькой должна быть зажарена. Налиски с грибочками. Обовязково на столе должна быть печена рыба. Как символ христианства, лоску не выкидаемо, а кладемо в гаманець, чтобы гроши водились. Как только на небе загорится первая звезда, появляется хозяин дома. Заносит дидух. Дидух в коту! Деда с коты! Дидух символизует продолжение рода людского. Он стоит, обычно, от резьба до вода хряща. А также символизует здоровье, мир, сладость, добро в этой поселии. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Перед трапезой обязательно молитва. После этого можно пробовать все, что приготовила хозяйка. А уже завтра с самого утра будут ждать калядников. Андрей Кровец, Лариса Светловская, Тарас Тарасов, Александра Фетисова, Андрей Гнатюк. Подробности телеканал Интер. В церквях в сочельниках проходят традиционные праздничные богослужения. В Киево-Печерской лавре сегодня проводят всеночное бдение. А завтра утром будет божественная литургия. Предрождественский вечер украинцы встречают традиционно в кругу семьи за праздничным столом. Ждут появления первой звезды, которая символизирует рождение Христа. А после начинают праздничный ужин с кутии. Обычно это вареная пшеница с медом, маком и орехом. Мы сегодня в очековании Великого Свята. Грязь по плоти Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. По традиции церковной, это день посту. Дозволяется только в конце дня, когда появится зерка, есть песню, мы становимся единым телом Христос. Мы становимся единственной православной семьей, которая будет молиться за самое главное, чем мы теперь переживаем. И наши основные молитвы, это свято, это насамперед, промир в нашей Батьковичине, чтобы на сходе Украины закончилась война. Где без труда можно выловить рыбку из замерзшего пруда, что стало причиной игуанопада во Флориде, и куда приехали сразу 80 элвисов, об этом и не только в нашем обзоре. Ловись рыбка! В Южной Корее стартовал ежегодный фестиваль зимней рыбалки. Не побоялись 10-градусного мороза и приехали в провинцию Канвандо около 100 тысяч человек. Развлечений хватит на всех. Заядлые рыбаки могут испытать удачу и с помощью снастей и голыми руками. Приготовить и отведать собственный улов можно прямо на месте. Есть отдельные площадки для детей и места для катания на санях и коньках. Хватает смельчаков и в Китае, в городе Харбин, где одна из самых низких температур в стране, устроили соревнования по плаванию под открытым небом при минус 20 градусах мороза. Участников шесть сотен. Все они уверяют, купание в ледяной воде полезно для здоровья. А в США аномальным холодам не рады. Жители Флориды собирают на улицах игуан, которые сваливаются с деревьев. Холоднокровные ящерицы замерзают до оцепенения и не могут двигаться. Зоологи говорят, животные не умерли. Они придут в себя, когда станет теплее. Страдают и черепахи. В прибережных водах волонтеры выловили около 200 замерзших рептилий. Они перестают шевелиться, если температура воды падает ниже 10 градусов по Цельсию. А север страны замело. Из-за обильных снегопадов в штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения. Непогода бушует уже третий день. А в прибрежном Бостоне улицы сначала затопило из-за шторма, а потом вода замерзла. И десятки автомобилей оказались скованными льдом. В некоторых городах температура опустилась до минус 30. Радуются таким аномалиям немногие. Например, полицейские в Северной Каролине. После того, как весь день помогали местным жителям выбираться из сугробов, устроили снежные баталии в Центральном парке. Королевский пирог длиной полтора километра испекли в Мексике. Так празднуют Богоявление, которое в Латинской Америке называется Днем Трех Королей. Это те самые волхвы, которые навестили новорожденного Иисуса. Гигантскую выпечку готовят каждый год на деньги местных властей. Пирог разрезали на 250 тысяч кусочков и угощали всех желающих. Элвис жив. Доказательство тому можно найти в британском Бирмингеме. Туда съехались 80 двойников Элвиса Пресли на официальный европейский конкурс. Подражать кумиру нужно во всем. Не только внешне, но и образом мыслей и поведением. Короля рок-н-ролла выберут 7 января, накануне дня рождения исполнителя. Последние праздничные дни в Вашингтоне. В историческом районе Джорджтаун заканчивается фестиваль света. Организаторы говорят, инсталляции не привязаны к какой-либо религии. А созданы просто, чтобы радовать людей. Украшения на улицах можно трогать и фотографироваться с ними. Праздник света длился месяц. Вдохновились авторы аналогичным фестивалем во французском Лионе. Украинская биатлонистка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль Кубка мира в женской гонке преследования. В немецком Оберхофе она стартовала 22-й. Но благодаря идеальной стрельбе и хорошей скорости она стала третьей. Она показала лучший результат по времени прохождения трассы и не сделала ни единого промаха. От серебряной призерки итальянки Доротеи Виерер украинка отстала всего на 6 секунд. А победила в гонке словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина. И еще одна украинка Элина Светолина выиграла теннисный турнир в австралийском Брисбене. Это уже десятый в ее карьере титул категории WTA. В финальном поединке Светолина разгромила белорусскую Александру Соснович в двух сетах 6-2 и 6-1. За победу в престижном турнире спортсменка получила миллион долларов и поднялась на четвертое место в мировом рейтинге. Это рекорд для украинских теннисистов. Побед вам и душевного сочельника. Как будут развиваться события можете следить на сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин